Хилари Клинтон в апреле объявит об участии в президентских выборах Игорь Дунаевский. Рисунок к статье. Бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон в апреле текущего года вступит в кампанию перед выборами президента, которые состоятся в ноябре 2016 года. Про данным американской газеты Wall Street Journal Клинтон и ее советники сообщили спонсорам, что ранний старт призван ускорить сбор средств для кампании. Ранее по теме. Барак Обама дал понять, что его преемницей должна стать Клинтон. Клинтон считается наиболее вероятным кандидатом от демократической партии, однако до настоящего времени она официально не объявляла о своих планах. Тем не менее, по сути подготовка к этому идет полным ходом уже несколько месяцев. Бывшая госсекретарь и первая леди США собирает вокруг себя предвыборный штаб, в том числе и с сотрудников администрации Барака Обамы, регулярно выступает по острым вопросам внутренней и внешней политики, формирует политическую платформу. Начало кампании поможет окончательно рассеять сомнения партийных лидеров и спонсоров, которые, как отмечает газета, пока воздерживались от крупных взносов, не имея ясности. В общей сложности Клинтон планирует собрать до 1 миллиарда долларов в свой предвыборный фонд. Для сравнения, Барак Обама в ходе последних выборов 2012 года собрал около 700 миллионов долларов. 67-летняя Клинтон уже пробовала свои силы в президентской гонке 2008 года, но тогда на премьере с демократической партией ее опередил Барак Обама, ставшей официальным кандидатом, а затем и президентом США. Клинтон занимала должность госсекретаря в его первой администрации, 2009-2013 годы годы. Ранее по теме. Клинтон заработала на лекциях в университетах 2 миллиона долларов. Другим вероятным кандидатом в стане демократов считается вице-президент США Джозеф Байден, также воздерживающийся от официального оглашения своих планов. Однако, согласно опросам общественного мнения, Клинтон стоит вне конкуренции среди однопартийцев и по популярности значительно опережает всех, включая Байдена. А вот в рядах республиканской партии такой ясности нет. Вероятных кандидатов несколько, и ни один из них пока не выглядит явным фаворитом, способным сплотить вокруг себя партийный истеблишмент. Один из них – сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, также активно ведущий приготовление к кампании 2016 и активно критикующий Клинтон, рассматривая ее в качестве основного конкурента. В последние недели о наличии президентских амбиций дал понять бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш, брат Джорджа Буша-младшего. Среди других претендентов – сенаторы Марка Рубиа и Тет Круз, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Продолжение следует...